Светлана, вот мне кажется, что месседж современного искусства – это твори во что бы то ни стало, ибо это единственный способ жить. Как Вы к этому относитесь? Ну, я к этому отношусь так, что каждый человек должен для свидания. И если Бог дал ему какой-то талант или какие-то способности, он должен это на этой земле отработать. И поэтому, действительно, свидание – это и есть высшее счастье для человека и высшее его предназначение. А что созидаете Вы? Ну, я изучаю структуру пространства, и я уже говорила, что я считаю, что каждый художник, так же, как каждый поэт, музыкант – это проводник. Им руководит Бог, и через него, как говорится, Господь творит то, что считает нужным, вот, как сказать, ну, опустить на землю для того, чтобы наша платья сохранилась, и для того, чтобы люди продолжали жить. И художник порой сам, вот, может, не осознавать, что он делает, да? Ну, может не осознавать, я, например, делаю это совершенно сознательно. Я, как бы, я вышла сейчас из социума, и занимаюсь только этим, и у меня большие планы, я знаю, что я делаю, что я хочу делать, и, так сказать, ну, только прошу Бога о том, чтобы он мне дал сил и времени жизни, чтобы я успела воплотить то, что я могу сделать, если это угодно ему. То есть вы ощущаете свою миссию высокую на земле? Да. И в чем она заключается? А в том, чтобы передать вот это послание, про которое вы сказали, чтобы передать это послание на землю людям. Вот меня очень радует, что сюда приходят люди, и многие говорят мне очень высокие слова, что они отдыхают, что они каких-то сил новых набирают, это может быть, это оживленность, она очищает пространство, и делает что-то хорошее, таким образом. Но Вы сказали, что послание одно, а интерпретаций ему может быть много. Конечно, я бы сказал, да. А как быть с тем, что интерпретация может оказаться неверной, ложной, и в результате... Я думаю, здесь время... Вы просто... Нет, ну, во-первых, понятно, что на земле несется светлая энергия и черная энергия. Здесь категория художников, ну, и музыкантов, и поэтов, которые несут черную энергию. Я надеюсь, что я несу светлую. Время покажет и растут, и здесь ни художник, ни даже его современники не могут сказать, это хорошо или это плохо. Каждый делает то, что он может принести в этот мир. А, как говорится, история, время, Бог растает на своем саду. А вы уже творите 30 лет, да? Да. Нет, я вообще всю жизнь творю. Ну, просто последние 30 лет я занимаюсь профессионально. Но вот эти работы абстрактные такие, они плод труда последних лет только, да? Нет, точно нет. Просто вот эти белые работы, это вот последние 5 лет, когда я вышла на эту туру, я думаю, что они делали такие работы. А они подписаны, одним словом, инварианты. А инварианты чего они? Ну, инварианты, ну, инварианты информации, я думаю. Информация о структуре мира. Вот данный проект называется инварианты горизонта. Горизонт всегда присутствует в нашей жизни. Я думаю, что именно здесь представлены работы, касающиеся горизонта. Вы сказали вот очень важное слово информации, да? То есть информация рассматривается Вами как, ну, некое вот, ну, то, что спасает мир от энтропии, да? То есть это вот, ну, некие такие антиэнтропийные вещи. Ну, я надеюсь. То есть Вы умножаете информацию? Ну, наверное, я не знаю. Я не задумываюсь об этом специально. Я делаю то, что я чувствую, то, что есть, о чем я думаю. И я не расставляю, ну, как бы, метки на это, информацию, там, еще что-то, понимаете. Я просто работаю, и все. Ваши картины трудны для понимания, особенно для вот обыденного сознания. По каким каналам будет доходить информация? Это до... Я не знаю, я думаю, на чувственном уровне, потому что приходят люди с самого разного интеллектуального уровня и совершенно с разным восприятием. Но я думаю, у меня есть такая теория, что, как говорят, у каждого художника свой зритель, и у каждого зрителя свой художник. Я думаю, что, поскольку каждая работа художника излучает энергию, я думаю, что между зрителем и картиной восстанавливается некий биоэнергетический объект. Если вот то, что несет картина, соответствует тому, что в человеке есть, то она ему нравится, независимо от того, это абстрактная работа или реалистическая. И, следовательно, Ваша картина, она может восприниматься как, ну, некий источник нетварной энергии, да? Ну, я думаю, да. На чувственном, я думаю, что человек, который не разбирается в тонкости абстрактного искусства, хотя это тоже целая наука, я думаю, что он может воспринимать это на чувственном уровне. А до этого Вы какое-то время делали иконы? Ну, в обеленной, я ткала, да. Ткали иконы. Ткала и иконы. А Вы вот отказались от этого и перешли на живопись? Почему? Потому что, может быть, живопись, она дает, ну, что ли, больше пространства для осуществления Вашей миссии? Да нет, здесь, ну, это сложная история. Дело в том, что я по образованию математик и кандидат на ум. Моя диссертация касалась математической теории рисунков с гадоческой и перешлими. И после этого я плавно, значит, стала делать габелены, а после габелены абстрактным живопись. Хотя я прошла различные этапы живописи. И реалистическое искусство, и наивное искусство. Но просто вот мое образование, оно сформировало некое мировоззрение и некоторую точку зрения на все, что сейчас и отражено в этих работах. И в этих работах, видимо, больше степеней свободы для художника, да? Или нет? Я не задумываюсь об этом. Вы знаете, вот сейчас наступил такой период, что я много лет уже делаю живопись, я делаю ее. Но я не думаю, чтобы мне было удобнее, лучше. Я должна это делать, и все. Это моя жизненная задача, которую я должна выполнить. Это очень сложный язык, в первую очередь. Да, кто не понимает языка, тот должен воспринимать это на чувственном. То есть, может быть, с помощью обычных слов, да, невозможно выразить то, что вы чувствуете, и тут уже на помощь приходят кисти и краски? Да нет, я не знаю. Я не знаю, вы знаете, это... Ну почему? Я формулирую для себя то, что я хочу выразить, и то, что я, о чем я думаю. Но, видите, вы сказали о Боге, что Он движет вами, но что такое... Это ведь не бывает так, что, как говорится, Бог движется, а ты совершенно бесчувственный, там, чурбан или камень. Ты сотрудничаешь с Ним, ты соотносишь свои действия с теми задачами, которые перед тобой ставятся. Поэтому... Я хотел сказать о том, что сам Бог, это ведь, ну, что-то несказуемое, правильно? Для меня Бог существует, я верую. Тут это достаточно. Ваши выставки проходят по всему миру, да? Ну да. А где вот они уже были? В Америке, в Англии, в Испании, в Германии, в Голландии, ну и в России, конечно. Есть ли у Вас вот учителя такие? Конечно. А кто это? Конечно. Ну, как говорится, ну, мне Бог подает знаки, во-первых, и подает учителей. А кто это? Вы можете назвать имена? Нет, ну, на протяжении всей моей жизни сначала, в моей жизни встречалось очень много замечательных людей, и ученых, и художников. И поэтому я много ездила по всему миру, и смотрела седевры мировых живописей во многих людях мира, и они тоже были моими учителями. Мне кажется, что художники – это те люди, которые идут, что ли, в авангарде человечества, они заглядывают в будущее, они, как бы, являются, ну, что ли, маяками. Вот, не философы, не ученые, а именно художники. Ну, я думаю, что они это делают на интуитивном, на чувственном уровне, да, я думаю, что, наверное, что-то в этом есть. Какие народу сюда пришло, и какие были отзывы о Ваших работах? Я была вообще-то удивлена, потому что я, ну, как бы, в России не выставлялась много лет, и на открытии было очень много народу. Открывали три академика, значит, вот, Якимович Александр Флордианович, Андрей Толстой и Вячеслав Леон, и вообще вот, и таких высоких, как бы, критиков, и просто людей, которые сюда приходят, очень быстро. А что пишут так вот? Вы можете сейчас? Это можно смотреть. Ну, пишут, ну, в общем, не мазоваться, в общем, не так. А в основном, ну, пишут о том, что, в общем, очень такой светлый, это любит чувство, и это для меня самое большее попало. Сегодня, по-моему, очень не хватает света, какой-то доброты, человечности, да? Вот за этим людей и приходят? Вот это ищут. Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...